Всем привет! На связи Марк Захарович Фегин. Марк Захарович, я очень рад вас видеть в новом году. Желаю вам здоровья. Ну и, наверное, есть смысл всем пожелать, чтобы один человек в районе Кремля и Новогорёва умер. Ну или как получится. Прямо об этом печень затянула. Знаете, как это про бациллу перед отбоем, как писал Солженицын, не надо в зоне. В один день Иван Денисович. Вот сроду можете, вот вы. Конечно, хочется, чтобы он быстрее. Но как? Ну, вообще, это была подводка к вопросу. Дело в том, что там же вроде как анонсирован такой процесс, который люди называют некоторые выборами, что, в принципе, странно, применительно к России. И будут они выбирать, понятно, что Путина. У вас есть свой подход. Я думаю, может, вы о нём расскажете. Но вопрос такой. А как нам сделать, чтобы гражданам России объяснить, что переизбрание, в кавычках, переизбрание Путина – это ещё шесть лет СВО или какой-нибудь другой войны? А кажется, там всё-таки желающих становится поменьше. А вы знаете, Роман, им же объясняют и объясняют. Вот с Белгородом то, что происходит раз за разом, да? Это же тоже способ объяснения. Ну, а как? Вот у нас тут дискуссия идёт в оппозиции. Ой, зачем? Зачем? Почему? То есть, такое ощущение, что, как я люблю цитировать Ивана Николаевича Толстого, значит, новыми влюблёнными глазами Наташа Ростова, значит, смотрел на первом балу, а потом, значит, пытался уехать с этим товарищем-то, который вместо Балконского, когда он там туда-сюда. Я к тому, что так удивительно, два года идёт война, и они удивляются, как же это по Белгороду прилетает, и там кто-то гибнет и так далее. Ну, вот это и есть, собственно, сигнал о том, что война – это штука-то такая двусторонняя. То есть, это и лучшее свидетельство того, что есть некая обречённость на вот эти события и на эти последствия. Потому что есть проблемы с умозаключениями, со цепочкой связей, да, логически. Причинно-следственная связь, да, это называют? Причинно-следственная её называют, да. Вот когда выборы Путина и Белгород, и ты д**нишь, не говоря уже про СВО, отправляемое на мясо, значит, мобилизованных. Вот мы с этим ничего не можем сделать. Ну, а как? Если бы могли сделать, уже бы, наверное, ситуация изменилась. Вот мы вдалбливаем это через те средства, которыми обладаем, и этого не происходит. Значит, мы делаем отсюда, ну, почти научный вывод, что мы имеем дело, действительно, с феноменом, где вот эти причинно-следственные связи, они должны иметь ещё и прямое физическое воздействие. Ну, как электротоком. Да, то есть, это лоботомия исправляется путём вшивания какого-то нового мозгового отдела, я не знаю, узла. Потому что, ну, не связывать эти вещи невозможно, потому что нет Путина, нет войны, что очевидно. Нет Белгорода, нет СВО, нет мобилизации старой, новой, частичной, всёобщей и так далее. Проблема есть. Но я ещё раз хочу подчеркнуть, этот процесс будет идти, он объективный, он поддаётся, что называется, пальпации всего вот этого переноса войны на территорию России. Потому что, смотрите, ведь не только происходят сами вот эти обстрелы и гибель людей и так далее, но и на Западе начинают говорить о том, что, а вы знаете, пусть Украина сама выбирает, куда стрелять и что делать. Ну, как же, как же, где же, какой-нибудь Небензи или вот этот вот, значит, Медведев может появиться. Дмитрий Анатольевич, может даже не говорить, понимаете, что это Дмитрий Анатольевич всё и так сразу по умолчанию знает. Вот нормальный же человек не может выдать то, что он выдаёт как бывший, вообще-то он считался президентом, конечно, президентом не был никогда, но считается бывшим президентом, значит, Российской Федерации. И вот такой есть человек выдаёт, совершенно очевидно, что он либо тяжело болен, а я думаю, и то, и другое. И тяжело болен, и является инструментом доведения вот такого лапидарного мысли о том, что нам можно, им нельзя. Ну, вот, мы можем каждый день обстреливать и так далее. И вот, собственно, я не вижу необходимости пытаться выборы использовать для внушения этим людям о том, что война – это про вас, это сейчас, это здесь. А вот подобного рода действия, да, это очень красноречиво, мне кажется. Марк Захарович, а что там за процессы в российской оппозиции происходят? Ну, я так скептично всегда к этой группе людей отношусь, потому что они не влияют на ход событий в стране. Но, тем не менее, это интеллектуалы во многом, и, может быть, порядочные люди или часть из них. О чем спорят? Говорят, чтобы мы не стреляли по Белгороду или стреляли по Москве, но так, чтобы их квартира не задела? Вот смотрите, мы должны честно констатировать, что в оппозиции люди порядочные. Ну, там есть мошенники, но они погоды не делают. Есть мошенники, чистые грантоеды, все это есть, как и везде, все это нормально и так далее. Но помыслы и намерения у тех, кого мы знаем публично, в оппозиции честные. Они действительно ненавидят Путина совершенно искренне, всей душой. Хотят его смерти. Хотят прекращения войны. Им не нужна украинская территория. Это же слово понимания. Ну, нет, ну, это же, ну, а зачем? Ну, кому это все надо? Да? А, значит, Крым, Донбасс, Херсон, Запорожье. Зачем это, кому это? Нет, они совершенно искренне этого хотят, но они не знают, как. Это первая проблема. Просто не знают, как. На то, что известная по умолчанию опция является, они не готовы. Да? Вот давайте вот создадим армию, призовем к оружию, к восстанию, там, и так далее. То есть, как-то нет этого. Есть какое-то внутреннее ощущение, что так бы надо бы, но готовности, решимости это и нет. Второе. Есть такое, знаете, чувство в оппозиции, мы не должны перегребать в сторону своей проукраинскости, защиту украинцев, потому что, ну, мы же работаем с российским электоратом, и мы как бы рассчитываем, некоторые есть, но это уже, я повторяю, на порядочность не влияет, но влияет на некоторую аберрацию сознания. Мы же потом будем баллотироваться. А я все время, поскольку я не чуштым, я с этими людьми общаюсь, я их уважаю, они меня многие уважают, не все, но многие. Я пытаюсь вам внушить, вы поймите, что с этими людьми, вот с электоратом в его психологическом, политическом, там, не знаю, всяком другом состоянии вы работать не сможете. Вам нет места ни на выборах, ни там еще где-то. Вы можете этих людей только заставить, принудить к хорошему. Но не один в нормальном состоянии, как ему он считает, нормальным. Обыватель русский не проголосует за Ходорковского, ни в каком виде, и за Каца, и за всех остальных. Вот это надо ясно себе отдавать отчет. Масса там настолько зомбирует, что ее только можно заставить за кого-то проголосовать. И в этом нет никакого страха, нет никакой опасности. Потому что те же самые люди хотят в ядерном пепле сжечь детей по всему свету, не только в Украине. Это что, их надо перевозить? Ой, так нельзя, ну что вы делаете? Как же? Мы же вас не так воспитывали, вы же должны человеколюбить и так далее. Люди там не понимают этого. В своем абсолютной массе, в своем абсолютном большинстве. Хотя там есть и процент очень здоровых, нормальных людей. Вот на них и надо ориентироваться. На них и надо делать расчет. А делать расчет, извините, на ветерана СВО, который вернул с полглаза полноги, это вы его как убеждать собираетесь? Вы вот этого зычонка или там еще какого-то? Вы как с ним? Диалог какой собираетесь вести? Ну, просто интересно. Я задаю эти реагератические вопросы давно. Я считаюсь радикалом в этой оппозиции. Мне не важно, проукраинский, а не проукраинский. Я говорю, как вы собираетесь и на что строите расчет? Вот в российской оппозиции этот пунктик присутствует. Где больше, где меньше. Иногда доходит до цинизма. Абсолютно вот так сказать. Ой, давайте рассказывать, что мы народ любим, и он нас взаимно полюбит. Ну, вот Навального-то, вот посмотрите, как он любит. Того и в Харп. Сейчас вот в Северном-Ледовитом океане утопят. Никто даже и не дернется, там не почешется. От пива не оторвется. Понимаете? Поэтому есть проблема с этим. Она заключается в такой, я бы сказал, отстранении себя от ответственности за принятие решений, которые не понравятся абсолютному большинству русского народа. Но я-то ведь пытаюсь внушить ту мысль, что власть в России традиционная, она никогда не действовала в угоду народа. И вы, русская оппозиция, ну, понятно, что она либеральная, она хочет держаться принципов. Вы не будете исключением в этом смысле. Придя к этой самой власти, к печали нашей всеобщей, вы должны будете заставить этих людей перековаться, перекроиться, переделаться, превратиться в других людей. Потому что у этих людей вы никогда ничего не добьетесь. Решения здесь масса есть. Опасных, небезопасных, болезненных и так далее. Каких? Силовых. Силовых, да, силовых. Но это я уже сказал. Вот сейчас стоит вопрос. А давайте вовлечемся в легальные процедуры. Вот идут выборы. Значит, в России это выборами не является. Все это понимают. И здесь в оппозиции, в эмиграции все это понимают. То есть, иллюзии-то они не питают. Но мы же не можем деактивировать наш электорат. Мы не можем деактивировать среду наших сторонников. Значит, мы должны, скажем так, попытаться хотя бы изобразить, что мы что-то делали, но у нас не получилось. Или у нас недостаточно мы сработали. Вот давайте там бюллетени портить, голосовать за Надеждина, так сказать. Ну, это смехотворно все. Но, тем не менее, это серьезно обсуждается. Давайте выберем тактику, значит, активного сопротивления в виде, значит, выйдем, встанем в очередь, покажем, что мы есть. Вот такая есть технология полдень. Вот сейчас они изобретают, переизобретают. Вот раз все выйдут правильные люди, они друг друга увидят, перезнакомятся и перестанут бояться. Вот и такая идея есть в очередях к избирательным участкам. Значит, есть идея, что мы должны информационно навалиться. Вот некий Кац такой предлагает навалиться информационно. То есть, все каналы собираются, договариваются и дают какую-то единую картинку такую и так далее. У меня простой вопрос. А до этого мы чем занимались? Вот, не знаю, мой канал или Ходорковского канала, или популярная политика. Они разве не этим занимались? Я не понимаю, что нового такого мы будем сообщать аудитории, слушателям, что они вот постигнут, проникнутся этим и вдруг пойдут с вилами на Кремль. Просто интересно, какая такая загадочная такая есть технология, по которой вдруг на выборах люди по-другому будут воспринимать транслируемую вот всеми этими каналами правильную информацию. Какая такая изюминка? Как говорится, знаете, маленькая сморщенная черная в женщине. Что? Это изюминка. Поэтому какая в этом изюминка-то? И выяснять, что никакой. Просто нужно, используя выборы на людей, это лучше произведет впечатление в силу особенности момента. Что они вот поймут, что Путин – это война, что Путин – это смерть, и они почему-то его не выберут. Удивительное дело. Опять тупиковая ситуация. Потому, что никого нигде не выбирают. Вот я добиться от них не могу, от некоторых. Что никакого почета нет, никаких наблюдений нет, никакой суммации нет. И в газ-выборы вставляются цифры, которые просто уже сверху спущены. А озвучиваются вообще другие цифры. Центральная избирательная комиссия озвучивает цифры, которые принесутся из администрации президента. Она уже известна. Между 80 и 82, 83% поддержки Путина. Какой смысл тогда во всем этом суете, если это заранее предсказуемый, заранее уже известный результат? И они это знают, и мы это знаем. И выдумывать только потом оправдательное объяснение. Что вы знаете, вот не получилось, но в следующий раз мы навалимся. Мы вот тут не то сделали, не так. Вот Дунцова не смогли пробить, зарегистрировать. И как бы в другой раз у нас получится. Вот приблизительно вот такие идут разговоры в оппозиции. Я других не вижу. А что делать тогда? Может, игнорировать или как? Что делать? Смотрите, нет единого. Нет единого. К единому-то не пришли. Да, популярность политика отдельно. А мое мнение, я свое слово говорю. Я индивидуалист. Я много раз говорил, что я как бы лица не в общем выражении в принципе. Я представляю консервативную часть внутри русской оппозиции, русской миграции. Я всегда таким был. Это мои взгляды. Я их никогда не менял. Причем они имеют и либеральный элемент. Они имеют и другие элементы внутри себя. Мне не претит ни радикальные элементы идеологии, ни реформаторства. Но я держусь в некой консервативной политической позиции, которая сходна с классическими убеждениями какие-нибудь в Европе. Каких-нибудь консерваторов, либералов. Но сегодня момент не тот, что нужно спорить и скрещивать какие-то там политические кинжалы по поводу какой будет Россия потом. Да какая разница, какой она будет потом. Решать-то надо прямо сейчас. Вот я, например, в отличие от других, предложил провести альтернативные выборы через блокчейн. Это допиливается технологией. Это очень непросто. Очень непросто. Потому, что мне нельзя будет через эту технологию скачивать персональные данные. Это запрещено и в Европе, и в Америке. И мы не будем подставлять людей. Мы должны вот так извратиться, чтобы зарегистрировать избирателей без получения вообще их данных анонимно. Но чтобы они прошли эту регистрацию. Единственный путь – это биометрия. 35 миллионов паспортов биометрических в России выдано. Но это приличное количество. Если хотя бы, не знаю, 1% хотя бы. Ну, 2%. Ну, 5%. Про 10% я уж не говорю. Если зарегистрироваться, то это будет, конечно, феноменальный результат. И провести другие выборы президента. Кто-то скажет, а это все бисер перед свиньями. Это распыл энергии и так далее. Ну, я бы так не сказал. Смотря кто будет баллотироваться. И возникнет из этого какая-то сущность. Я услышал, что некоторые из представителей военного крыла, из военных отрядов русских, которые воюют в Украине, собираются участвовать в таких выборах. Согласитесь, это будет нечто необычное. Даже хотя бы на уровне дебатов. Не говоря уже о голосовании. О русском добровольческом корпусе? Ну, о разных людях пока это им решать. Я же не могу за них сейчас сказать, они будут или не будут. Я не знаю. Это решать разным людям. Я не называю ничьих фамилий. Но если вот такое случится. А если появятся еще какие-то необычные фигуры и так далее. Мне не кажется это бесполезным. Это первый такой опыт. Но ведь это же никто такого не делал. А все остальные делают другое. Есть и другие ответы. Например, русская военная оппозиция, если мы такой считаем, РДК и Легион Свободы России. Некоторых других открыто призывает к силовым методам Каспаров со своим форумом Свободной России. Если таких людей критически масса будет расти, то, наверное, к каким-то решениям они придут. Даже если не будет консенсуса внутри среды русской оппозиции. Поэтому процесс этот не бесполезный. Ему требуется поддержка. И в том числе со стороны официального Киева. Произойдет это или нет, я не знаю. Но здоровые силы, те, которые трезво смотрят на вещи и понимают, как изменится ситуация в России. А главный вопрос, это вопрос о власти. Все остальное второстепенно. Будут получать эти хорошие русские паспорта? Не будут получать. А какое это значение для войны имеет? Какое? Никакого. Марк Загарыч, ну а этот виртуальный результат, как он повлияет на расклад сил в принципе? Ну, будет какая-то цифра. Там не будет Путина. Там будут заявления о том, что пора прекратить умирать. Что в интересах русского народа, вроде как. Ну, теоретически. А дальше что с этим делать? Во-первых, политическая сторона вопроса. Я уступаю арбитром. Я никогда не баллотируюсь, ничего не делаю. Это ответственность людей, которые в этом во всем принимают участие. Как использовать этот результат? Моя задача технологически-политическая. Она обеспечит этот процесс. Это во-первых. Во-вторых, ну как, знаете, бывает. Либо человек место, либо место человека. То есть, если справится человек с непосильной задачей избрания такого себя, возникновения некой политической субъектности. Ну и молодец. И, как говорится, молодец. Сумеет объединить кого-то вокруг себя. Сумеет на что-то сподвигнуть людей. Зависит от людей. Ну, слушайте, люди выбирают. Мы впервые даем возможность людям свободно выбирать. Понимаете? А кто им дает такую возможность? Путин им дает такую возможность. Оппозиция русская где-то дала такую возможность. Хороший вопрос. Ну, а потом. Это же первый опыт. Мы же не знаем, как это все будет. Вы так говорите. А что? Какой результат? А что будет? А неизвестно, что будет. А вот и посмотрим. Знаете, когда в Советах выбирали в 2017 году, параллельно с Временным правительством и проведением выборов в учредительное собрание, никто же не думал, что Советы, как орган двоевластия, значит, возьмут и захватят эту власть. Бог его знает, как повернется. Во всяком случае, это какая-то работа, которая хоть чего-то может, в чем-то может обнадеживать. Выразимся так. А какой толк от попыток участия в путинских выборах? В них же участвовали аж четверть века и ни разу ничего не добились. Логично? Логично. Ну, и потом, смотрите. Да, логично. Ничего не добились. Ну, так же уже пробовали. Давайте по-новому попробуем. От противного пойдем. Есть еще одна такая весьма важная вещь. Ну, это же первый опыт. А что, если, так сказать, сразу можно будет провести референдум какой-нибудь, если это сработает? Если действительно люди примут в этом участие, согласятся. Понимаете? И если количество избирателей будет расти. А это очень простая будет технология регистрации. Мы ее допиливаем, но это еще надо время. Это не быстро. Но тем не менее. То есть, я к тому, что этот механизм можно запустить, и он, может быть, для Запада сыграет какую-то роль. Может быть, будет эффект Гуайдо или Тихановской, когда можно будет и поиграться с этим. А почему нет? Почему нет? Если Запад захочет. Он может не захотеть. Так же, как и Евгений. А может и захотеть. Ну, вы говорите о правительстве визнании, я так понимаю. Ну, по факту. К примеру. А ведь можно и парламент так избрать, правда? А скажите мне, пожалуйста, а что вы имели в виду под помощью Киева? У нас же тут есть граждане Российской Федерации. Это оккупационная армия, это пленники. Ну, и есть люди, которые тут живут, и у которых российское гражданство. Ну, так бывает. Не-не-не, здесь по-другому ставится вопрос. Дело в том, что как политической силе, так же, как помогается РДК или, допустим, Легион Сфобода России. Киев же помогает им? Ну, боеприпасами, танками, топливом. Вот и ответ. Конечно. Ну, так мы же об этом говорим. А о чем? О том, что Киев всех должен накормить, напоить, обуть, одеть, что ли? Пригреть? Нет, не об этом. Подождите. Дать, как говорят, заступ и копье. Вот это может такое быть. Почему нет? Все равно не понял. Ну, РДК, они себя позиционируют, как бойцы в первую очередь. То есть, а бойцы... О, конечно. Это первичные качества. А как же с выборами помочь альтернативными? Не-не-не, с выборами никак. Как Киев вообще не поможет? Мы говорим о признании результата. Киев может признать этот результат, может не признать. Может проигнорировать. У него три способы реакции. Но опять же, опять же, я еще раз хочу подчеркнуть, что это первый опыт. Никто не знает, к чему он приведет. Вообще никто не любит электронных выборов. Тем более, они сильно дискредитированы в самой России. Но там все сфальсифицировано. Понятно, что такие выборы, что всякие выборы, это все результат манипуляции. То есть, изображения. А здесь попытка провести настоящие выборы. Причем прозрачные. Которые любой человек взял код вот этот. Он будет открытый код этой программы. И посмотрел, как это все работает. Любой человек абсолютно. Он же выложил будет этот открытый код. Соответственно, программный код. Поэтому мы попытаемся. Но еще раз, это не абсолютное средство. Не абсолютное. Если кто-то думает, что это панацея от всех проблем. Да вообще нет. Вообще ни разу. Понимаете? У этого есть своя логика и свои возражения. И я их принимаю. Ну, а что делать-то тогда? Пусть кто-то предложит лучше. Критикуешь, предлагаю. Ну, нет. Даже не обязательно. Я не требую ни от кого какой-то активности специальной. Я считаю, что этот вопрос больше адресован к русской оппозиции. Она несет ответственность. Обычный человек может критиковать хоть до посинения. Понимаете? Это его право. Я ничего не предлагаю. Просто буду говорить, что... Я это постоянно слышу. Вот. Просто потому, что вот так. А вот, извините, люди, которые взяли на себя ответственность. Которые возглавляли политические объединения. Были важными общественно значимыми фигурами. Публичными лицами. Представляющими противников Путина. Вот на них другая степень ответственности. Они должны, так сказать, если уж это не устраивает, предложить иную, более действенную альтернативу. Логично? Логично. Мы два года это обсуждаем. Мы это обмусориваем на всех наших совещаниях, мероприятиях. И я ни разу не услышал какого-то такого рецепта, который выглядел бы лучше, чем тот, которому я говорю. Ни разу не увидел. Кстати, эта история с признанием, она вполне реальна. Если бы Эчкерию, например, признали, то почему бы не признать и выборы? Так, на секундочку. И да, если это будет убедительный результат, если он будет авторитетный этот результат, то вполне есть основания полагать, что и Киев может на это сподобиться. Но опять же. Опять же. Киев может так, может эдак. Это его личное дело. То есть, у Киева свои задачи. Они военные. Они большие задачи по защите от агрессии Москвы. Но это же в том же ключе находится. Потому что русская оппозиция может найти соприкосновение здесь с Киевом для того, чтобы решать общие задачи. Потому что свержение режима Путина, прекращение оккупации территории Украины – это общие задачи для русской оппозиции и для Киева, для украинского общества тоже. Согласен. Так, тогда давайте продолжим разговор о русской душе. Потому что в эту русскую душу плюнули. Плюнули кадыровцы, которые лицом товарища Дон-Дона Рамзана Ахматовича, в принципе, продемонстрировало следующее. Что вот именно там, в Чечне, сепаратизм цветет и пахнет. И выяснилось, что у Рамзана Ахматовича, у него и пленные собственные. И он, в принципе, вместо того, чтобы обменять их на русских солдат, хочет их обменять на снятие санкций. Так вот, вопрос. Вот это положение Рамзана Ахматовича, оно останется таким, что он может плевать в душу любому? Или это что-то, значит, другое? Ну, согласитесь, это как-то... Таких полномочий никто не имеет в Российской Федерации, кроме Путина. Да, я думаю, во-первых, он будет и дальше плевать. Во-вторых, это всегда было. Это не то, что какая-то новость. Это не то, чтобы вот у него раньше не было этой вольницы, а сейчас он вот так паразитирует на этом. Нет, это всегда было. Кадыров сам по себе и Чечня сама по себе. Главное, вовремя Дадзебау произнести о том, что они преданы России и Путину, а все остальное ты можешь делать, что хочешь. Вот он этот урок очень хорошо усвоил, он на разные лады повторяет об этой приверженности, преданности и так далее, а делать все равно, что хочет. Чечня по существу своему, конечно же, в полном смысле территорией Российской Федерации не является. Я могу детали привести, как там действуют законы Российской Федерации, Конституция, как вопреки им действуют законы Шариата, понимаете, он то и дело говорит о Талионе, об убийстве родственников. Ну, это, так сказать, давние обычаи там на Кавказе. Вот. Принц Аптелиона, да. И кровной мести, например, когда за деяние кого-то из членов семьи одной отвечают его родственники, в том числе по мужской линии. И так далее, и так далее. Там многоженство есть, например, мало кто знает. Ну, да, это допустимо в исламе, но ведь это же территория Российской Федерации. Поэтому с той точки зрения обменять на санкции пленок, которых он каким-то образом там, ну, видимо, в батальоне Ахмат или где-то там они захватили и держит у себя. То ли они в Чечню их переправили, то ли они где-то в расположении находятся в Донецке и Луганске, я не знаю. Я не знаю. Но вполне такое допускаю. Вопрос в другом. А что это он так активно борется за снятие санкций? Это следующий вопрос, Марк Захарович. Почему? Ему так хочется попасть в эти страны. У нас же сказал, коня, говорит, санкции с ним. Коня еще. Да коня Кирилл Буданов передал ему и так. Чем он недоволен? Ну, может, там больше коней. Я же не знаю, уже табун. Я же не знаю. Пусть опять Кириллу поздно. Ну, там факт. Договорят. Я просто не знаю, почему так именно с коней надо снять санкции. Почему надо с матери с его санкции. А что, она выезжает в Соединенные Штаты, что ли? Или я вот это непонятно совершенно. Какая здесь логика? Детей его санкции и так далее. Я бы сказал так. Вообще, я считаю, что механизм сильно недооценен санкционно. Ведь можно же вернуть украинских пленных, снять санкции. А наутро после их возвращения снова их ввести. А какие проблемы-то? Я бы так и сделал. Вот если бы меня спросили. Но пленные важнее жизни же людей. Правильно украинские? Конечно. Вот вернуть там сколько у него. Ну, и все. А санкции это же рукотворный механизм-то. Ну. Я тоже думаю, что отказываться не надо. Сразу. Да, возвращай, все снимем. Вот тебе сняли, все. Он возвращает, тут же ввести их снова. Ну, я бы... Вот так. Обманули дурака на четыре курлака. Держи это. Ищи дурака за три сольда, как говорил Буратино. Ну, вот и все. А почему нет? Почему с таким так нельзя? А я бы, Марк Захарович, может быть, сложнее строю историю... Это как рассказать? Можно сказать. Не, ну, может быть, мы с Рамзаном Ахматовичем быстрее договоримся. Он реально имеет власть. Она у него в руках. Да. На ограниченной территории не на всей России. Соответственно, может быть, мы найдем еще больше точек соприкосновения. Из-за этих точек соприкосновения возникает новый вопрос. А случайно Рамзан Ахматович, он не сепаратист в российском государстве? Это же сепаратист чистой воды. Конечно, конечно, Чечня, сама Кадыров, его Тейп, его окружение. Да вся Чечня. Случить что? Ослабнив центральную власть. Конечно же, там все повторится. Но какой наивный человек может думать и считать, что при возможности обрести эту независимость, Чечня этой возможности не воспользуется? Конечно. Ну, если ослабнет в такой степени государственный механизм, там начнется разброд и шатание в самой Москве, так мы такое видели уже не раз. Чечня, прежде всего Чечня, пользуется этим для того, чтобы покинуть состав Российской Федерации. Просто после этого начинается война, да? Но желание это, оно, по-моему, неотменяемое ни у кого в Чечне. Ни у кого в Чечне. У меня просто есть реальное понимание, видимо, что сейчас это реализовать невозможно. Я понимаю, что намек здесь такой, что почему бы ему бы уже чего-то такого не затеять. Нет, он в этом смысле гораздо дисциплинированнее и хитрее даже, если хотите. Вот я не знаю, в какой степени его идейность компенсируется хитростью, да? Он наверняка для себя считает, что Масхадов очень убежден. Я с Масхадовым встречался в Грозном во время войны. Тоже он мне отдал двоих военнопленных, кстати. Одного я увез с собой в Самарскую область. Когда был депутатом Государственной Думы. Второго там потом забрали, некого Ярина. Мне отдали Гемадеева. Подробную историю я рассказывал. У меня на канале можно посмотреть подробно. Вы понимаете, как? И Масхадов, и Дудаев все-таки были убежденные люди. Это были идейные люди. Они были скорее националисты, нежели исламисты. А Кадыров, он исламский интегрист. Он очень сильно ориентирован на поддержку Саудовской Аравии. Вообще, в Эмиратах капиталы держат. Он тесно связан именно с миром сунитского ислама. Ну, вот этого глобального юга, если хотите, именно исламского юга. Он будет ориентирован на них. Прежде всего, на них. И защиту будет просить именно у них. В случае, какая заваруха в самой России. И можно будет покинуть состав Российской Федерации. Он ориентирован именно на них. Но пока государство в лице Путина, в лице его власти столь сильно, он не будет проявлять никаких сепаратистских наклонностей. И демонстрировать их. Однозначно. Он умеет отыгрывать назад. Пример. Вспомните, когда он начинал в прошлом году, в сентябре, вместе с Пригожиным. Они предлагали Лапину, лично Кадыров, сесть в окоп за харьковскую операцию. И Шойгу и Герасиму он предъявляет пытание. Смотрите, как он грамотно соскочил вовремя. Не пошел дальше. Это Пригожин пошел. А он уже в мае пикировался с Пригожиной. Если кто помнит, в начале мая он там даже Делимханова выпускал. И он говорил, давай, Женя, подъезжай, поговорим. Там Уткин ему отвечал. Сейчас уже все забыли. Был такое, когда сам Пригожин собирался покинуть позиции на Бахмуте. И ему там это высказывали. Что как-то так. Он заявляет, нет снаряда, значит ухожу. Поэтому на самом деле Кадыров проявил себя очень дальновидным. В этом смысле он взял и отошел в сторону. И сказал, я не с ним. И поэтому это было тоже оценено. Он же как бы вперед рвался. Не назад. Из ряда вперед. Чтобы дайте мне, дайте я. Как он всегда говорит. Хотя он ничего не делает. Он все время говорит, что он какую-то задачу выполнит. Военную, политическую. Еще какую-то. И ничего не делает. Вы заметили, да? То есть, все его силы не тратятся на вот эту бессмысленную войну. Там набирается батальон Ахмат. Между прочим, не только чеченцы. Там набирают как раз всех республик. Платятся деньги. Но деньги у него, слава богу, есть. Хвала Аллаху, как бы он сказал. Значит, и он посылает в этот Ахмат совершенно не людей своих. Потому, что они ему пригодятся для внутренних разборок. Зачем ему вытрачивать свои эти батальоны, Кавказ и все остальные на войну в Украине. А говорить, ну, как говорится в анекдоте, и вы говорите, и вы говорите. Понимаете, кто же мешает-то. Поэтому я не думаю, что здесь по линии возмущения какого-то страны Чечни, каких-то сепаратистских поползновений, они возможны до ослабления государственного механизма. Вот, например, умрет Путин. Кто поручится, что Кадыров этой ситуации не воспользуется, и Чечня для того, чтобы отпрыгнуть от этого всего? Никто. Хорошо. Никто не поручится. Ну, мы не говорим, что так будет, но не поручится никто, на мой взгляд. Мария Захарович, тогда все равно остается непонятным. Но, с одной стороны, действительно, вот санкции, которые вводятся Украиной, они потом подхватываются Западом. Ну, и, очевидно, по обратной схеме это можно откатать назад. Ну, чисто теоретически. Конечно. Тогда вопрос. А зачем ему, так все-таки, зачем он поставил вопрос этому Скотту Риттеру, то есть тоже американских гражданин в качестве переговорщика? Это шоу? Или он действительно хочет, я не знаю, там, чтобы мама жила без санкций, и, соответственно, могла миллионы переводить в американских долларах? Ну, во-первых, этот Риттер – это какой-то мошенник. То есть он действительно был где-то в армии, служил, еще что-то делал, оказалось, что его в педофилии обвинили. Там какая-то мутнейшая история. Если кто хочет, почитайте в интернете. Просто к Москве только прибивается. Понимаете? Они там нормальные люди туда не подъезжают. Но это бог с ним, это личное дело. Как говорится, все допустимо. Но хотя я думаю, что там по отношению к таким есть некий интерес спецслужб американских. Они этого не любят. Понимаете? Когда бывшие военнослужащие, еще и чиновники, еще и Пентагон. По-моему, где-то еще в Пентагоне работало. Типа в морской пехоте. Офицером. Ну, тем не менее. Якобы. А вообще вы верите, что человек, который был связан с разведкой, вот так ныряет в Москву, выступает по телевизору, ездит к Кадырову? Там ведь могут опять вернуться к методу утопления, к лицу американцев, проверить. Ну, так сказать, благие намерения спецслужб, я не особенно верю никаких. Но в любом случае это было бы очень интересно выяснить. Человек, кто там делает, мотается. Какой из него переговорщик-то? Вот. Я думаю, что да. Наверное, это все-таки ответ мой такой, что, видимо, да. Попадание в санкционные решения родственников, ну, то есть и матери, и там братьев, сестер, кто там у него, значит, детей и так далее, это осложнение процесса легализации. Собственно, в том числе даже в Эмиратах, где-то там. То есть у него практически весь личный капитал, он обладает многомиллиардным в долларах состоянием, конечно, рисковый капитал, потому что он в любую минуту может быть просто-напросто отнят. И даже вот в таких странах, в таких пределах, как там Эмираты, или там Саудовская, или в других местах, это очень ненадежно. Или в Сингапуре даже. Это в любую минуту можно отнять. Ну, а как, дружок, ты же под санкциями. Вот. А мы деньги обнаружили у тебя. Ой, да это офшоры. Ну, дружок, какие офшоры-то? У нас тут хоть офшоры, хоть крипта забираем. Наверное, как-то это с этим связано. Потому что другого объяснения я не нахожу. Потому что ему, по-моему, фиолетово, так сказать, эти санкции, они занимаются политикой. А кто сказал, что их вводят под санкционный режим именно из-за того, что они занимаются или не занимаются политикой? Хотя его дочь, у него министр, там, сыновья уже чуть ли не в приемнике избивают подзащитных. Ну, то есть, подследственных и так далее. То есть, с чего бы это он решил, что кто-то руководствуется вот такими смешными соображениями, имеет человек отношение к политике или нет. Члены семьи, вне зависимости от, занимаются они политикой или нет, просто попадают под этот коллективный каток. В этом нет ничего незаконного. Вот это очень важно понять. Санкции не являются незаконным механизмом. Это односторонне выраженный правовой акт решения страны, значит, в отношении того или иного лица быть нежелательным. И с точки зрения статуса, то есть, приезжать, визовые, допустим, и другие права, которые получать, и одновременно капиталы их, понимаете, размещенные, которые оказываются на территории страны, которая ввела такие санкции, они просто морозятся или даже конфисковываются. А не размещай, а не приезжай. Сиди у себя. Какие проблемы-то? Ну, а потом, в отношении его родственников не вводил же санкции Саудовская Аравия или Эмираты, или какие-нибудь еще страны, но этого же нет. Поэтому я думаю, что речь, конечно, о деньгах. Я думаю, о собственности, о каких-то авуарах. Именно здесь очень болезненно. И, возможно, уже какой-то процесс идет. Американцы, они тоже так помалкивают. Но на самом деле могут вести такие переговоры с партнерами на Ближнем Востоке, в персидском зале. Да, ну, дети Рамзана Ахматовича в некотором роде прославились. Особенно Адам Кадыров. Конечно. Получил, ну, наверное, максимальное количество наград разных регионов за столь короткое время. И он же получил, кстати, вопрос сформулировал, он же получил за то, что избил русского. И вот с этим избиением русских, это же какая-то в некотором роде, ну, что ли, тенденция. То есть, вот, ну, наш интерес в этом деле очень прост. Мы хотели бы как-то донести российским гражданам, в том числе этническим русским, что пока ты здесь воюешь, убиваешь и умираешь, что очень важно, у тебя на родине, твой русский мир захватывает, я не знаю, там, пропаганда называет это, мигранты, там, понаехавшие. Но, тем не менее, Россия меняется. Вот эта вот история, которая произошла в Челябинской области. Двух героев СВО взяли или там, взяли и сбили мигранты. Полиция не приехала. Ну, все возмущены, но они-то возмущены, а нигде. Они подработаны, и если они там останутся, то они там... Извините за формулировку, но факт остается фактом. Вот эта вот тема, то есть, наша же задача, пока мы работаем словом, убедить людей, что есть больше опций, чем предлагает Путин. Умереть на войне, то есть, отводки. Это два базовых варианта, но их же больше. Смотрите, смотрите. Вообще, русская жизнь ужасающая. Ну, я это знаю, как человек, который эту жизнь прикасался. Я не жил этой жизнью, но я ее имел удовольствие, в кавычках, наблюдать с близкого состояния. Я не в Москве вырос, не в тепличных условиях, понимаете? Я мажором-то не был. То есть, я свою рабочую жизнь на стройке начинал. Обычным разнорабочим. Это называлось рабочие второго разряда. Ну, я учился. Я в фуфайке ходил на юрфак, понимаете? В грязной фуфайке. Надо мной смеяли. Говорят, да, вот тут ходят в фуфайке. У меня не забадло было. Поэтому я приблизительно, так сказать, в Самаре, в своей родной, тогда он Фуйбышев назывался. Это все наблюдал. И за времена, пока я жил, а я проходил разные этапы, я был, так сказать, депутатом парламента, я был вице-мэром, я был, в конце концов, адвокатом, я по-россиюшке поездил. Понимаете? Я даже вот там в Харфе был, рядом с Северным Ледовитом океаном. Здесь я только не был. И русскую жизнь я наблюдал, с близкого расстояния. Навальный сидит. Да, именно Навальный сидит. Ну, и я к тому, да, да. И я вам хочу сказать, что русский человек, он как жил в Жасове, он так продолжает жить. Война и вот эта вот огромная масса, и уголовников, которых отправили на эту войну, а потом они вернулись, и самих вот этих русских, которых отправляют, и они возвращаются, а кто-то не возвращается, они усугубили эту жизнь. Они ее усугубили. Я утверждаю это, что это не очищает народ, а оно его, наоборот, еще хуже делает. Грубее, хамовите, беспощаднее, более жестоким. И так-то эмпатии никакой, а так еще больше. А, вот ты там. Люди озлоблены друг на друга в еще большей степени. Надо нравы-то смягчать было, а их вот огрубляли. И поэтому, понимаете, как с одной стороны мигранты, то есть выходцы из Центральной Азии, например, живут там где-то, работают, тоже ведут себя не лучшим образом. Если кто-то там из них делает прям вот, ой, такие хорошие, прям в попку их целовать, как младенцев. Нет. Они такие же хамые, такие же невоспитанные варвары, дикари. Не все, конечно. Не все. Безусловно, конечно, мы не о народах говорим, а говорим о нравах. И эти нравы накладываются на нравы вот нашего пьющего, обычного обывателя провинциального, российского, который вот такой, какой он есть. А эти же с СВО приходят. Ну, ладно, уголовник там вообще пропащая ситуация. То есть вы видели, там даже Легоида, который в РПЦ является пресс-секретарем, патриарх Кирилл, у его отца 90-летнего забил насмерть, ножом зарезал, значит, из-за своего какой-то крендель, то ли бывший уголовник, то ли чего-то я читал, значит. Он его подвез на машине где-то там в поселке, где он проживал, в Москве или где-то в Московской области. То есть нравы настолько плохи, что взять зарезать 90-летнего человека. Причем отца того человека, который является одним из главных протагонистов войны. Ну, как идеологический инструмент, РПЦ же. Это как партия, это как КПСС сейчас. Может, я правда как КПСС, правильно. Ну, какая-то, да, какая-то, по-своему, да. Особенно в канун Рождества православного, который празднует седьмого. Вот мы это как бы отмечаем. И я хочу сказать, что вы понимаете, это как никого не жалко. Вот никого не жалко. Ни тех, ни других, ни сяких. Потому, что это все в известном смысле наказание за эту войну. Что народ не воспротивился и сказал, нам это вот ничего не надо. Мы никуда не пойдем. Мы подыхать не будем. Да. И вообще в эти ваши игры дикие играть не будем. Сейчас ситуация очень плохая. Я помню, Путин сидел, встречался с этими блогерами телеграм-каналов Z-блогерами. И он говорит, вот вы знаете, процент рецидива среди людей, прошедших СВО, из тех, которых, значит, с Минобороны или ЧВК, Вагнер, значит, контрактовали, и они отправились в зону СВО, так называемые. Он там что-то называл 0-0 каких-то хер десятых. То есть, типа, настолько мало, что люди войной, патриотизм исправляются до хорошего, возвращаются. Сейчас, по моим данным, эти цифры уже зашкаливающие. То есть, там уже процент идет на десятки. То есть, вернувшиеся, те, кто вышли после шестимесячного контракта, я, кстати, замечу, вы знаете, что матери говорят, зэков милуют после шести месяцев, а эти сидят уже год с лишним, мобилизованные, представляете? То есть, зэки даже большими правами обладают. Нормалюс? Ну, да ладно. Значит, там процент зашкаливающей рецидива. Они возвращаются, у них какие-то деньги. Ну, ладно, там какой-то хитроумный такой сидел, бывший и так далее, сотрудник, что кто-то. А основная масса рецидивистов, которые, знаете, за половички сначала маму убил, потом там сожительницу, изнасиловал подчерицу. Ну, он что-то такой вот. Если кто-то думает, что это какие-то там герои Дюма Монте-Кристо. Нет, там Монте-Кристо нет в русской тюрьме. Не питайте иллюзий. Ну, конечно, они возвращаются. Что они делают? Они говорят, что я тут герой. Вы мне тут в лицо кидаете, что я уголок. Да я герой. Вот медаль, медаль памятную и так далее. Дай мне бесплатно выпить, а еще я не знаю, куда мне присунуть. И вот они там насилуют и так далее. Это налево-направо происходит. Даже в благополучных, прежде, городах. Тихих достаточно. По части преступности. Ну, не зашкаливающие по количествам, по параметрам вот всей этой статистики. Это говорит о том, что, в принципе, это все ведет к очень печальным последствиям, усугубленным последствиям. И неважно, касается это мигрантов, касается это уголовников, касается ветеранов СВО, возвращающихся и так далее. И даже их родственников. Так, Марк Захарович, все равно непонятно. Подождите. У меня же вопрос был, чем обусловлен. Он был обусловлен тем, чтобы хочется как-то, ну, чтобы нам, перед нами не стояла задача убить всех российских граждан, которые здесь находятся. Да, понятно. И мы ищем какой-то, ну, что ли, механизм того, чтобы сказать, ребята, идите домой. Руссо-нацисту, руссо-фашиста, иди домой, а лучше не приходи. У тебя большая страна, есть чем заниматься. Я не знаю, даже стиральную машину в доме у Маргариты Симонян, я думаю, безопаснее выведите. Конечно, она ближе, конечно. Чем где-нибудь в Маринке. Ну, факт остается фактом. А вы говорите, что вот это вот безнадега, ну, то есть, что они, то есть, это безнадега, и слово вообще ни при каких раскладах тут не поможет. Или поможет? Какой его? Как его? Слово не поможет. Не поможет. Мы прошли эту стадию, мы проехали эту станцию. В начале войны, наверное, надо было. Ну, в сентябре, когда началась мобилизация, что было новым явлением. Ну, как это? Одно дело, контрактник, воевает профессиональная армия, им положено. А люди-то при чем? Они же не хотят. Они любят пить пиво, отдыхать, там, работать на какой-то своей работе слесаря или кладовщика, а тут его отправляют на фронт. Ну, поначалу еще обманом взяли. Люди, оказавшиеся там, они думали, что их как на рыбалку какую-то. Ну, ребят, компания. Я вот приводил в пример фильм замечательный Абдрашитова покойный царство небесное. Такой парад планет, если кто смотрел. Очень замечательная картина с прекрасным актерским составом. Вот такое ощущение, что ребята собрались. Ну, он там, как Одиссея повторяет, там, со всеми этими вещами отсылает к античной этой трагедии. Но такое ощущение, что ребята на военных сборах, понимаете, там, весело, там, выпивают, что-то там, байки травят. А тут представитель прилетает. Я вот не абстрактно об этом говорю. У меня, я сам родом из Самары, перед Новым годом, уже никто не помнит, до конца 22-го в Макеевке взорвалась школа, там, 450 человек угробили. Мы поговорили, потом прошло. Да, а там их хоронили потом. И вот, их реально там было четыре сотни. Реально. То есть, сначала, ой, там, нет, не столько. Их реально прям попала ракета. Остались живых только, которые вышли покурить. И это самарцы. И причем там оказалось, что даже известные среди них, ну, как бы, известные другим. Не мне, а там, третьим лицам. Ой, у меня там Вася пряник там какой-то там был в этой Макеевке. Ну, и все, и привезли. Мы его похоронили. То есть, это не абстрактно, это конкретно. Но, к сожалению, сейчас слово уже не работает. Мы эту вот как-то стадию проехали. Я глубоко убежден, что вот обнадеживича является стадией, когда война залетает уже в Белгород. Вот это, видимо, производит какое-то впечатление. Пока недостаточное. Но, в целом, выглядит так, что люди начинают понимать, как это бывает. Как это у украинцев бывает. Как это вот. Ой, сирены. Я вот смотрю, сейчас ролик записываю, выкладываю там где-то. Кто-то в Телеграме, кто-то в Инстаграме. Ой, вот мы теперь так живем. Все три торгового центра в Белгороде закрыты. Все магазины закрыты. Ой, это праздники, а мы не в ресторанчик сходить, не по танцулькам там и так далее. Мы где-то там были, что-то покупали. А сейчас все по домам сидят, все хмурые. Так, а Украина два года так сидит. А вам не доходило? Это вы же живете-то. Вот всего ничего. Ну, ладно, человек живет где-нибудь в Владивостоке или там еще где-нибудь, в Харпе. Но вы-то-то вот здесь живете. Вы что, не знаете, что происходит в Украине? Логично? Знают они все прекрасно. А потому что вылетает прямо из Белгорода или Белгородского района? Конечно. У нас тут, кажется, еще пару минут есть. Вот все-таки спрошу вас. Ну, буквально. Значит, мы тут все немножечко нервничаем в части того, что Ким и Айатоллы безумные начали Путину ракеты передавать. Как вы думаете, это вообще, ну, тут наши американские партнеры говорят, что мы как-то, мы всех накажем, санкции ведем, но, как мы уже выяснили, слово здесь не работает. Тут надо убивать. Или убьют тебя. А мы хотим жить, собственно говоря. Что думаете, как вообще это будет? Третья мировая нас ждет? Смотрите, ну, это следовало ожидать, что они все-таки добьются этих баллистических ракет, в которых Москва нуждается. Потому что помните, как долго вели переговоры с Северной Кореей? С Ираном. Каждые из этих сторон предложили что-то нужное ей. Ну, Северная Корея деньги точно заинтересована. А что она откажется, что ли там так? А Иран, наверное, я не исключаю, кстати, какие-то вопросы сотрудничества в области ядерных технологий. А почему это надо исключать? Я вот этого совершенно не исключаю. Другие говорят, нет, ну, они на такое не пойдут. А почему они на это не пойдут? Иран заинтересован, будучи пороговой страной, в получении каких-то доступов к материалам, технологиям, лабораторным исследованием. Вполне. Может Москва это обещать? Вполне. Может дать? Вполне. Вполне. Поэтому как бы опасность – это увеличение кратного количества средств у Москвы за счет Ирана и Северной Кореи. Стран, которые изгои, которым уже терять нечего. Они сами там опоясаны санкциями, унивают список стран-спонсоров терроризма. Они нарушают тем самым устав ООН. Ну, кто вообще на этот устав ООН оглядывается? Это жеваная бумага. Понимаете? Вот. Ну, я думаю, что, может быть, как-то дойдет до ударов по Ирану рано или поздно. Пусть Израиль ударит. А Украина от этого хорошо. По заводам ударит. Где производят вот это добро. Согласен. Ну, и в других случаях. Да. Вот, например, может, там, я не знаю. Говорят, ой, так плохо, если Южная Корея и Северная начнут воевать. А что плохо-то? Ну, если вот на тот пошло-то. Глядишь, скорее всю эту коммунистическую нечисть, династическую, всю в море и вытопят. Я, честно говоря, уже, знаете, про гори сарай, гори и хата. В конце концов, можно все проблемы решить одномоментно по всему свету. Со всеми такими вурдалаками. Я не считаю, что это так уж или плохо. Марий Захарович, а ну, знаете, когда горит твой сарай, то я не уверен, что хочется, чтобы горел. Так, Роман, вот смотрите, а сарай продолжает гореть. Ну, раз не получилось по-мирному, так, может, по-плохому. Раз не получается. Может быть, раз у них есть союз вот этих автарки и тоталитарных режимов, которые друг другу помогают, то почему демократия друг другу не помогает? Почему бы и не задавить гадину всего как бы? Я, честно говоря, знаете, как-то у меня упала планка к гуманитарному этому отношению к миру, вообще-то народу. Ну, нет, я с вами солидарен, что гадину надо давить, где бы она ни находилась. Нет, так хорошо, вот, Роман, а если они отдадут ядерную бомбу? Вот Северная Корея там скажет, а давайте мы вот шарахнем, а вы нам что-нибудь хорошее, или еще что-нибудь. Иран передадут ядерную бомбу, и у него появится атомная бомба. Это лучше будет или нет? Нет, нет, я не должен бы давить гадину в зародыши. Этот вариант больше нам подходит. Так, друзья, подписывайтесь на наши YouTube-каналы, гиперссылка на канал Марка Фегина будет в описании. Если кто-то не подписался, а может быть уже подписался, это будет не лишним. Марк Захарович, я благодарю вас не то что за оптимизм, за реализм, надо называть вещи своими именами. Реализм. Спасибо. Спасибо, Роман. Всем всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова